завершаю трилогию восстановление машин швейных вот у меня 3 отдай ну как отдали их поменял на одну исправную машину мне отдали 3 убиенных 2 вы уже видели это чайка 134 а самая проблемная затем пмз-2 м и вот 3 пмз-1 а ну с ней что с ней с ней что вот она не крутится как мы видим мелочи затем от винт поменять вот это вот зачем это я не понял тут еще контрагайка зачем зачем-то но есть живот вроде вот тут вообще вообще наглухо вот пружина не работает но она не знаю за контрагайна и затянута но это человек вот делал которого вообще даже представлений нет никаких абсолютно но вы видели в предыдущих видео как там сделал особенно с регуляторами у него напутано он считает что тут надо затягивать как ступичный подшипник типа чтобы не было люфтов вот здесь люфтов нет вообще тут не микрона зазор нитка сюда не пройдет но это мы сейчас все исправим за этими ломастерами нам не привыкать вот тут угадывается цифры 48 я при большом увеличении вот увидел ну и вам покажу состояние конечно у нее внешне она тут какие-то цветочки тут или что это я не понял но это уже сами тут хохлому какую-то машина поработала поработала и заслуживает того чтобы ей подарили вторую жизнь это запросто может быть с наступлением теплого времени года у меня вот еще одна машина есть таком же состоянии там науман 4 то помнит зеленая такая буду перекрашивать может быть и вот эту перекрашу уже сделаю с нее модернизированную какой-нибудь но куда и таком виде я ее конечно не буду предлагать никому зачем оставлю себе для для опытов так сказать для модернизации что-то ну изначально сейчас я ее отрегулирую конечно технические всю отлажен скомплектую а внешней красоту будем наводить летом когда у нас будет возможность на свежем воздухе производить лакокрасочной работы пока буду ее сейчас потихоньку разбирать керосинчиком керосинчиком везде сейчас прокапаю и пусть он делает свое дело вот тут светлый чугун ну а тут что тут тоже ничего такого сейчас мы вот здесь прокапаю и у нее отверстие не понял нету его что странно почему нету здесь потом маслица и все лить нитки вот эти которые за много лет поправить вот сейчас на наковальне есть наковальненько такая ловкая очень вот на ней сейчас подправлю тут он выворачено видать за много лет надо она вот еще немного и выпадет эта ручка он уже еле держится сейчас расклепаю торчало маленькая ниточка что-то оттуда все более и более добывается надо же это все уже зеленые пошли а чуть-чуть торчало изначально все заклепал тут надега никуда не денется капельку масла какие-то скрипы все посмотрим что тут и как о не понял опять тут я думаю черно не крутится как надо там опять стоят куча прокладок вот я вообще не понял что тут с маховиком какая-то загадка интересная решение а вот в чем дело ох ты ох ты да ему в конструкторы пойти на подольский механически видит учет из какой-то не понял из какого-то легкого материала мягкого вот тут чё какое решение это найдено мы думаем что этот человек вообще 0 0 0 он не понимает принципа действия вот этого фрикционного механизма как тут зацепления входит вот все вырезал с любовью все откуда то есть вы до подошвы что ли не знаю чувствуется одна рука во всех трех машинах чувствуется вы поняли прочее я не буду дальше говорить если человек дурак то это не лечится он видимо рассчитывал что вот этот фрикционный винт притянется и будет держать машину но я там ученые да ну вот опять шайба неправильно стоит а тут ее вообще нет о за место шайб дальше пойдем тут наверняка еще есть технические решения ставлю фигурную шайбочку фрикционный винт поставлю другой он уже с винтом ограничительным там нету мне искать неохота так как в чем дело я просто не докрутил ну вот все все начало крутится вот ткнуть бы носом этого инженера конструктора вот так должно быть и никак иначе все а так же все и было я чтобы вот эту конструкцию сломать это ну вот чтобы чтобы зачем вот это это что какое-то я не знаю улучшение какое-то наверняка здесь ничего нельзя сломать невозможно тут все стали чугун все ну вот так было зачем вот это вот сделать мне никогда этого не понять вообще о чем думают этот вот инженер-технолог три машинки столько раз предложение внес кандидат уже на какую премию не знаю там шнобелевскую или какую это вот здесь вывернута какая-то втулка или что это вот я выковырю конечно тут непонятно что это ошметки железо трубка какая-то кусок трубки торчит вот все же сделано зачем лезут наверняка было все в порядке ничего не сломано что тот человек хотел улучшить здесь непонятно вот здесь мне вообще не понятно зачем сюда лезть что тут может сломаться еще раз повторяю для меня и эти загадки они уже много десятков лет я пытаюсь разгадать их и нету ответа застулина с какой целью вот когда одна машина попадется подобное это ладно а когда вот подряд три вот этих произведений этого кандидата дебильных наук это уже начинает напрягать вот вот какой-то винтик блестящий ну тут я щас поставлю хорошие винтики все винты потеряны зачем разбирали чтобы потерять винт тут нету трех всех вот это тоже инородное тело тут другое совсем стоит вот так это должно выглядеть все иногда попадаются машины вот этих же годов выпусков ну там по 70 лет у них все вся комплектация но вся единственно может быть пружинка только вот это моргалки нет там но здесь и нижней моталки естественно тоже отсутствует но попадаются машины все у них в оригинале потому что эти машины использовались наверно еще иголка неправильно стоит ко всему прочему это все зависит от эксплуатации и самое главное не лезть сюда не мешай механизму работать и он тебя отблагодарит вот примерно так сейчас я моталочку поставлю нижнюю ну вот машина постепенно начинает приобретать первозданный облик до того как она не подверглась глубокому тюнингу я сейчас я приведу в нормальное состояние скомплектую теперь вот это надо вот это вот контрагайка так вот ключом затянуто я рукой не могу открутить улетел куда-то ну ладно зачем здесь контрагай так пружина это одна показалось что двойная вот и здесь шайба между тарелочками шайба дубины головы точно зачем они нужны тогда тарелочки если между ними шайбы стоит ну вообще нечто но от бога от бога человек швейных дел мастер просто золотые руки что характерно тут сохранилась что-то толкатель сохранился но однако после вот этого вот я наверное с меню тут вообще резьбы нету и вот вот так она идет здесь вот продавлена ну есть как что-то вообще инородное зачем вот ты завернул вообще здесь она что есть что нет вот это вот так все это шток я меняю эту вилочку потому как это только на выброс поставлю моргалку ну все тут помочь нечем все ставлю как было вот выжимная шайбочка вот этот вот узел с пружиной с указателем внутри пружинка сверху вот этот вот самый указатель стоит тут мне не нравится конечно эти ну и сделаю уж как положено как на аналогичных машинках вот плюс минус все сейчас вот показывает не знаю кому это надо только но если сделали то так и будет все винты на месте это сектор ограничивает работу моргалки регулируют тут был какой-то непонятный винт новодельный все вот все штатное никакого колхоза быть не должно теперь я могу сказать с уверенностью что здесь на 90 процентов все родное удивительно что здесь все целое так что тут у нас а здесь у нас все хорошо промажем только проверим люфт люфт допустим и все закрываем лючок и в челночная как ни странно все правильно ну то за жало это надо все шлифануть здесь тоже все отлично он где затирает нити притягиватель он просто-напросто вывернул видите как затирает прорези но видать загнули просто вот и все вот и все перестал задевать за что-либо пружину маленько подтянуть о жестче стало гораздо нитки это я думаю не случайно здесь намотан зачем-то нитки здесь не знаю может быть резинка проскальзывал рационализатор ну вот вроде бы ничего такого и не делал а часа полтора то прошло вроде ничего тут все все да не все что-то иголка не лезет понял крючок свинцовый сплющенный или что он тут но из-за него не лезет игла опять этот дебил тут поучаствовал это учено без это должна маленькая зазорчиком быть ну тут заклинина как бы тут менять не пришлось сразу что-то не то мне показалось иголку еле выдрал что этот долбоящер сделал хрен его знает я не могу снять гнут крючок но столько всего много лет да я его заменю да и все ну все как слышите наждак затихает отреставрировал этот крючок все думаю больше тут засад нет ну все наконец-то игла будет отлично меняться вытаскивается и ставится а тут вот она была то ли как-то запрессована или что ну неправильно она стояла в общем как и все в этой машинке было все неправильно даже вот эти вот ромашки вот они здесь я вообще их уберу потом ни к чему вот это вот хохлома роспись вот это предварительно слушаем звук так сейчас испытаем максимальные возможности вот я ложу вот такой бутер это восемь слоев джинсы довольно таки толстой но как раз под лапку входит игла стоит максимальная тоже по штатной сто двадцатой нитки я не знаю какие но тоже не тонкие какие-то толстенькие так скажем так и вот я что еще забыл чему уделить внимание ну всего не предусмотришь сразу вот здесь надо нам сразу сделать шаг поболее что для этого во первых надо выгнать как следует берем такую нормальную отверточку ставим ее вот туда вот в основании прям и ударчик хороший смею заверить шаг будет больше на полмиллиметра но больше так что у нас тут шитьем для нее что 8 что 10 даже как-то машина шьет без малейшего напряга так тут выясняется нитки то толстенные а зазорчик это практически нет на сброс как будет вроде начала вначале но это сейчас я поправлю так вот вот даже много даже много убавлю вот так само то будет где-то сантиметр это толстая джинса стрейч какая-то вот сейчас я думаю задержек не будет при шитье поехали ну вот и строчка практически не просела вот сейчас вот 4 миллиметра она более тонкой будет все пять я же ее увеличил сейчас 4 миллиметра даже на толстенной вот так вот она тоненькой будет все пять вот хорошая отделочная строчка но тут плохо видно здесь то тонкая нитка не пропусков ничего вот такой бутер прошивает и сейчас попробуем трикотаж иголочку и сменяю на 80 поставлю так ну вот футболочный трикотаж нитка 120 иголочкам 80 так следом в поддоне только использовать эти старого образца не без поддона задевает качающийся вал так что у нас тут еще есть а вот что у нас есть следом вообще какая-то типа марли шьет не шьет шьет все пропусков нет как мы видим вот она это морлевка шаг надо поменьше вот три примерно вот и все утяжка отличная прошью и кожу мелочи жизни для этой машины вот толстой ниткой получается отличная отделочная строчка нитки и там и там одинаковая вот они по толстой ткани отлично можно Продолжение следует...